МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире канала Телемикс, программа «Накипела». В студии Елена Вахмина. Здравствуйте! В любом детском коллективе возникают конфликты. И это неизбежно. Но сегодня все чаще и чаще стали говорить именно про буллинг. То есть отравли и агрессии со стороны одного ребенка или группы школьников в отношении отдельного ученика, который не может себя защитить сам. Такая ситуация была очень точно и тонко описана в любимом многими советском фильме «Чучело». О девочке Лене Бессольцевой, которую травили одноклассники. Родители современных школьников, узнав о том, что по отношению к их ребенку проявляют агрессию другие дети, порой не знают, как вести себя. Кому обратиться? Как поддержать своего ребенка? Как узнать всю правду? Эти важные вопросы, которые тревожат родителей, я задам педагогу-психологу муниципального казенного учреждения методический кабинет Уссурийского городского округа Анастасии Рафетовне Баженовой. Анастасия Рафетовна, давайте напомним нашим телезрителям, что такое буллинг. Буллинг – это особый вид насилия, который распространен, чаще мы говорим, когда это происходит в детском коллективе. Когда один ребенок подвергается агрессии, подвергается нападкам со стороны своих одноклассников. И чем отличается буллинг от любого другого вида агрессии, от конфликта обычного? Тем, что это систематическое, тем, что это регулярно. И здесь всегда силы неравны. То есть всегда есть один, и против него… А иногда коллектив целый. Да, либо целый коллектив, либо группа других детей. То есть силы всегда неравны. Неравны. Если мы говорим о классе. И почему важно это понимать? Родители часто переживают, когда слышат слово буллинг, либо когда произошел в школе какой-то конфликт, конечно, у них сразу мысли бывают очень тревожные. Что это буллинг, и надо всем сейчас на это обратить внимание. Здесь нужно выяснить ситуацию. Анастасия Рафидовна, скажите, «А у нас в Уссурийском городском округе случаи буллинга бывали?» Я не имею статистики, да, что сколько случаев буллинга. Но я точно знаю, что если что-то происходит, то обязательно реагируют. Реагирует школа, реагирует управление образованием. И в школах ведется большая работа по профилактике буллинга. Педагоги прекрасно знают об этом, они смотрят, они проводят профилактические... В любом случае, воспитательная работа, которая у нас направлена на объединение детей, направлена на их общение, это всегда у нас профилактика. Также с родителями ведется работа. У нас есть родительский клуб муниципальный, и мы часто обсуждаем тему буллинга, объясняем родителям, как выявить, как помочь детям, как реагировать и куда бежать. В каких формах существует буллинг? Буллинг, ну, можно сказать, что есть, допустим, прямой косвенный буллинг, да. Прямой буллинг, когда есть физическая агрессия, да, какие-то там толчки, пинки, да, там, ну, драки, да. Есть буллинг вербальный, оскорбление и прочее, да, когда словесное. Также можно отдельно выделить кибербуллинг, да, сейчас это технологии шагнули, и дети у нас все там. И кибербуллинг, конечно, сложнее выявить. Что такое кибербуллинг? Когда ребенка в социальных сетях, либо в каких-то чатах, допустим, могут создаваться группы специально там про этого ребенка, да, где могут выкладываться какие-то фотографии там или видео, которые оскорбительного, ну, оскорбительный характер, да, либо в чате могут ребенка, ну, как-то называть, обижать, да. Может быть, чат создан и без этого ребенка, да, где дети обсуждают что-то, они им говорят плохое. И для детей нужно вот недооценивать, потому что для детей виртуальное пространство очень важно, и многие дети проводят им очень много времени. И если взрослому кажется, что, ну, что там, выложу свою фотографию для кого, ну, для ребенка, это очень травматично. Травматично, да. И дети иногда не понимают, что любые виртуальные вот такие выходки всегда несут последствия. Всегда можно отследить, кто сделал, что сделал. Что является причиной буллинга? Причина буллинга... Мы, как всегда, говорим детям, что это болезнь. Болезнь вашего коллектива. Болезнь класса. То есть это болезнь коллектива? Да. Потому что сложилась такая обстановка. И нельзя сказать, что в буллинге виноват вот один, да, вот есть буллер, да, условно, есть жертва. Всегда задействован весь класс. И когда мы работаем с буллингом, мы работаем со всем классом, да. Нужно дать детям понять, что и молчание – это тоже участие. Здесь выделяют, да, есть роли, да, буллер, жертва, есть роль свидетелей, да, есть роли тех, кто поддерживает буллера, есть те, кто, ну, могут поддерживать жертву, но не заступаться, да. И для того, чтобы этого не было, каждый ребенок должен понимать, что я против насилия, и в моем классе я этого не потерплю. Часто ли, да вообще, наверное, часто причинами буллинга становятся физические особенности детей? Ношение очков, лишний вес, может быть, инвалидность. Что с этим делать? Как вести себя родителям? Знаете, это будет не причина. Это будет повод, повод буллеру зацепиться за что-то. Да. Если есть какая-то причина, то это конфликт. И конфликт можно разрешить. А особенности внешних человек, которые, ну, они никак не поддаются. Вот есть такой человек, его нужно принимать такой, какой он есть. И говорить о том, что, ну, там, вот ребенок похудеет и все пройдет – нет. Это проблема класса, и надо работать с классом и что-то с этим делать. Ну, не что-то есть конкретные методы, что с этим делать. Анастасия Арафетовна, когда учитель на уроке постоянно делает замечания одному и тому же ребенку, это может быть стать поводом для буллинга? Ну, да, конечно, это буллинг. У нас есть явно стороны неравны, да, учителями это больше, да, власти. Если вы говорите, что это постоянно, ну, конечно, это буллинг. Здесь нет никаких, никаких оправданий поведения учителя. И, конечно, ну, такие случаи с этим случаем всегда работают. То есть никогда это не оставляется без внимания. У нас в стране бывали случаи, об этом говорили, средства массовой информации, о том, что ученики могут очень изощренно издеваться над учителями. Это считается буллингом? Да, также учитель может тоже стать жертвой буллинга. Чаще молодые учителя подвергаются. Ну, сначала дети, ну, прощупывают, да, и могут уйти вот в такой буллинг. А у нас в Уссурийском городском округе такие случаи бывали? Ну, у меня нет такой информации. Но здесь, знаете, что сложно? Учителю трудно, когда он об этом, если он заявляет, он говорит о своей некомпетентности, да. И здесь важно, чтобы педагогический коллектив в школе поддержал этого учителя и помог ему справиться с этой ситуацией. Ведь, действительно, сегодня учитель мало чем защищен. Вот сейчас у нас с вами программа выходит прямо накануне, когда начинаются летние каникулы. Вот уже практически меньше, чем через месяц. Родители будут отдавать детей в оздоровительные центры, в оздоровительные лагеря, в центры пришкольные. Есть ли в летнее время встречается буллинг вот в таких коллективах, которые созданы на какой-то короткий промежуток времени? Ну, знаете, изначально буллинг – это уже сложившаяся ситуация, да. Когда коллектив вот он создан только-только, вероятность буллинга, она очень низкая. Потому что здесь каждый будет себя проявлять, да, пока они там… какой-то коллектив, может, к концу смены и сформируются. Конечно, здесь могут быть конфликты, может быть борьба за лидерство, да. Но буллинг как таково… То есть переживать родителям вот на летний период времени о буллинге не нужно? Не нужно, но всегда нужно спрашивать, если хочет ли ребенок поехать в этот лагерь, да. И если ребенок, трудно ему входить в коммуникацию, да, он малообщительный, нужно подумать, стоит ли, будет ли ему легко там. Вот я как раз и хотела спросить вас, кто может стать жертвой буллинга? Правда ли, что жертвами буллинга становятся дети, которые тихие, домашние, семейные? На самом деле жертвой буллинга может стать любой ребенок, да, потому что есть такая обстановка, да, и бывает, что когда ребенок уходит из класса, да, с тем, что что-то изменится, но в классе появится другая жертва, да, потому что это, говорю, проблема класса, еще раз хочу повторить. Есть, ну, определенные особенности, да, то есть детей, которые не могут защитить себя, да, которым трудно выстроить границы, которым трудно ответить. В этом плане, да, можно сказать, что больше вероятность. Но с этим тоже можно работать. А вот что вы скажете, что вы думаете, нужно ли детей отдавать в детский сад, чтобы они еще с детсадовского возраста умели выстраивать коммуникации, умели общаться, и им тогда будет легче потом в школе адаптироваться? Как вы, что вы думаете об этом? Детский сад, конечно, да, это коммуникативный опыт однозначно. Более того, детский сад – это ребенок подстраивается под правила, которые одинаковы для всех, да, и на самом деле вот это даже сложнее, потому что ребенок, приходя из дома в школу, и он встречается, что есть, оказывается, какие-то правила для всех, вот это ему сложнее. А какие-то строить специальные занятия, да, в любом случае всегда направлена работа воспитательная, да, это про дружбу, про общение, что надо друга уважать, да, нельзя драться, да, это всегда идет как основа воспитательной работы, да. Но для детей, все-таки для дошкольников ведущая деятельность – это игровая. И именно игра ролевая, когда они там играют в дочки-матери, да, когда они играют там в учителя, в доктора. Это и есть вот их коммуникативный опыт. И нам, родителям, на самом деле, вот это очень важно. У нас здесь и сейчас… Детские сады, в общем-то, это хорошо. Это хорошо, когда дети… Ну, ребенку нужен ребенок для общения. Мы сейчас детей загружаем секциями, кружками и прочим, да, а просто поиграть ему некогда. Хорошо, если он в саду будет… Ну да, в коммуникации принимать какие-то решения. Это очень важно. Урегулировать самостоятельно конфликт. Конечно, понимать, почему мой друг так реагирует. Что делать родителям, если они наблюдают, что ребенок приходит домой расстроенный, наблюдают, что ребенок не хочет идти в школу или в детский сад, хуже того, вообще приходят с синяками. И когда пытаются поговорить с ребенком, ребенок говорить не хочет, он ничего не рассказывает. Что делать родителям? Да, такая реакция, конечно, предсказуемая, потому что если ребенка могут и запугивать, да, если ты скажешь, тебе будет еще хуже и прочее. Конечно, нужно на это реагировать. Я бы советовала поговорить с учителем, ну, вот это-то-то, прийти договориться о встрече, да, сказать, что вот я вижу вот так вот, да, меня это беспокоит. Как вы видите ситуацию, да, если, ну, там, какой-то повод. И, ну, с ребенком, да, нужно, ну, нужно разговаривать, да, нужно дать понять, что я хочу тебя защитить. Ведь, наверное, дети боятся, и не рассказывают родителям, вот вы прям об этом сейчас сказали, что дети боятся, что родители пойдут в школу, начнут разговаривать с одноклассниками, с родителями одноклассников, и ситуация будет усугубляться только в худшую сторону. Вот что делать, что делать для того, чтобы ситуация не приняла острый характер? Ну, во-первых, родителю нужно успокоиться. И не нужно на эмоциях звонить родителям, да, обидчика, да, идти разговаривать с детьми. Это никакой пользы не принесет. Во-первых, нужно самому успокоиться. Когда вы будете показывать свое спокойствие и уверенность, и ребенку будет проще, а так вы просто будете заражать своей тревогой и волнением ребенка, может помочь только тот родитель, который сам в состоянии, ну, находится уравновешенно, да. Что делать? Ну, говорю, в первую очередь мы, ну, если мы действительно ребенок, да, рассказал, да, есть такая ситуация. Нужно прийти к учителю, да, выяснить ситуацию, что как. Даже рекомендую встречу, чтобы была трехсторонняя, учитель, представитель администрации, директор там или завод, что там можно психолога пригласить на эту встречу, да, без обвинений, без эмоционирования, да, что вот есть такие-таки факты, да, и обратиться, что, выяснить эту ситуацию, что на самом деле происходит. И, ну, дальнейшая, дальнейшая должна быть реакция, дальнейшая должна быть работа уже, среди школы. По стране в школах сейчас создаются психологические кабинеты, создаются кабинеты школьной медиации, и медиация помогает урегулировать конфликты. Школьной медиацией занимаются педагоги, родители, сами школьники. Как обстоят дела в Уссурийском городском округе? Психологические кабинеты и кабинеты школьной медиации? Педагог-психолог есть в школах, ну, наверное, уже процентов 90-95. В школах есть психологи. Служба медиации также создается. Ну, конечно, это процесс сложный, потому что здесь задействовано несколько всегда людей, да, но, тем не менее, работает, и даже родители об этом говорят, что это сильно помогает. Но в случае буллинга, да, медиация работает с конфликтом, да, когда есть конфликт. В буллинге конфликта нет. Ну, я имею в виду прямой, да, то есть что они за что-то борются, и если это разрешить, да, то конфликт будет исчерпан. Но такая медиация может помочь в ситуации, когда нужно в процессе заглаживания вины, да, когда есть какая-то порча имущества, да, стороны буллера, а какая-то физическая, да, там был нанесен вред, и это, не доходя до суда, да, можно вот в службе медиации подписываться такой договор, как человек, тот, кто был, естественно, виновником, понесет ответственность, да, и что он сделает для того, чтобы восстановить эти отношения, да, и материально как восстановить, и дальше как они будут находиться в этом пространстве, в общем. Например, родители узнали о буллинге и говорят ребенку, ну, потерпи, все пройдет. Можно ли так себя вести в этой ситуации? Нет. Что делать? Нельзя, потому что, ну да, там вот доучишься, выпустишься, да, буллинг – это всегда травма для ребенка, психологическая травма. Более того, это травма и для буллера, это травма и для свидетелей, ну, то есть те, кто находится в классе, да, которые вроде как бы не участвуют, но они это видят каждый день, для них насилие становится нормой. И на самом деле проблема в том, что потом они же вырастают, они тоже становятся родителями, да, кто-то, может, педагогами даже становятся, и, ну, для них это нормально. Ну, а как же без этого? Ну, вот у меня так было, ну, и как будто это нормально. И, ну, это психологическая защита, конечно, да, мы не можем, ну, мы так простраиваем свой мир, да, и чтобы оправдать какую-то жестокость, мы говорим, ну, ну, вот так бывает. Что делать? Что делать? Что делать, если вдруг родители пропустили ситуацию, и ребенок нанес себе вред? Вред имеется какие-то суицидальные, да, попытки. Попытки нужно реагировать обязательно. Как? Мы всегда рекомендуем обращаться к психиатру или суицидологу, потому что эта ситуация очень серьезная. Дело в том, что, значит, если ребенок дошел до этого, значит, он находится в депрессивном состоянии, а его мышление, оно сужается, и он действительно не так думает, он не так видит этот мир в данный момент, да, как, ну, вы, например, да, там, родители и прочее. И он действительно есть вот эта проблема, и она для него нерешаема. И не нужно бояться. Многие родители, да, сталкиваются с тем, что они боятся обратиться, боятся об этом заявить, потому что другие узнают, будут засуждать и говорить и прочее. Я хочу сказать, что жизнь ребенка – это самое важное. Ничего не может быть важнее репутации и прочее. Плюс ко всему всегда, ну, есть как бы социальность и при обращении к психиатру, при обращении к психологу, даже школьный психолог, всегда должна соблюдаться конфиденциальность. Это, ну, это наше основное. Есть ли какие-то сигналы, есть ли какие-то признаки, что ребенка нужно уже срочно спасать? На что, да? На что обратить внимание? Ну, в первую очередь, ну, конечно, что у ребенка какие-то ссадины, сидники, да, и прочее, однозначно. Что у ребенка пропадают вещи, могут деньги, да, постоянно он что-то просит или, может, даже ворует, да, то есть для чего-то ему нужно идти. Но вы понимаете, что куда он их тратит, непонятно, да. А ребенок, ну, либо он открыто говорит о том, что я не хочу идти в свой класс, меня там бежать. Вот это, конечно, значит, что что-то в этом, ну, что есть. Буллинг, ну, понятно, что изменение настроения, да, грустные, замыкаются, не ходят разговаривать. Ну, для подростков, конечно, свойственно, да, ну, такие перепады эмоциональные. Ребенок избегает с классом каких-то поездок, совместных мероприятий, да, то есть отучился и все, он ничего не хочет больше с этим классом иметь общего. У него в классе нет друзей, его никто не зовет, там, ни на дни рождения, ни на какие-то там общие, да, там, внешкольные мероприятия. А ребенок, ну, может быть, и физиологически плохо спит, плохо ест. Болезни частые, да? Болезни частые, да, конечно. Болезнь – это повод не идти в школу. Откуда корни буллинга, Анастасия Рафетовна? Почему? Из каких семей выходят дети, которые начинают булить других ребят? Знаете, не хочется вешать ярлык, что вот этот ребенок, ему надо поставить крест, да, и ничего хорошего с него не выйдет. Нет. Часто для родителей – это тоже новость, потому что ребенок может вести себя дома абсолютно по-одному, да, а в школе проявлять себя именно в эту агрессию. Да, есть желание стать лидером, но, видно, не видит никакого другого больше способа, как обижать, травить и прочее. Так, может быть, посоветовать ребятам, которых булят, просто не реагировать и не давать пищу этому человеку, не давать ему возможность властвовать? Это же про власть, буллинг – это же про власть, это про привлечение внимания к себе? Да, да, абсолютно верно. И действительно в рекомендациях есть, да, что нужно не реагировать, да. Буллер, он ждет реакцию, слезы там, либо еще что-то, да. Не реагировать, либо отвечать как-то с юмором, да, иметь ситуацию, переделать, да, в какую-то шутку. Ну, вообще вести себя уверенно, да, и, ну, об этом... Этому должны и родители уделять внимание, да. Тренировать, да. Может, к психологу обратиться, да, вот именно тренировка ассертивного поведения уверенного, и как вот правильно реагировать. Но, опять же, эмоции, ну, они же никуда не уходят, да. Может, там, ребенку хорошо, если есть с кем-то проговорить, да, эту ситуацию, что да, вот было вот так, так было обидно, но я сдержался, да, я смог дать отпор. Если ситуация зашла очень далеко, разобраться в буллинге не сумели ни школа, ни психологи, ни родители, какие правовые рычаги есть у родителям, которые хотят разобраться и довести ситуацию до логического конца? Ну, буллинг, на него всегда реагируют и правоохранительные органы, да, тем более, если есть какие-то физические, да, увечья, какой-то материальный ущерб, конечно, они всегда на это реагируют и всегда это отрабатывают вопрос. Ну, и там уже в судебном порядке это все решается. В каком возрасте появляется буллинг? Буллинг, знаете, вот тоже мы эту тему раскрывали на родительском клубе. Первый класс? Еще нет. Детки пришли, они смотрят на учителя, они пока, в том, что коллектив, сказать, нет, его нет. Вот, наверное, знаете, князь третьего к четвертому, да, когда они уже друг друга хорошо знают, когда уже коллектив вот как-то сформировался, появились свои лидеры, тогда, может быть, какие-то вот такие попытки начинаются. Тоже с родителями, да, говорили, что сейчас и подростковый возраст вот начинается, и вдруг в четвертом классе дети эти… можно наблюдать признаки. Могут в чатах, они создают свои чаты без учителя, да, и там могут как-то попытки. Но мы не говорим, что это прям буллинг, выстроенный, да, уже в систему, но попытки как-то выделиться, других унизить – это да. Анастасия Рафетовна, несмотря на то, что тема очень актуальная, важная, но наша программа подходит к концу, и мы должны завершать. Несколько советов родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам. В первую очередь нужно строить с ребенком контакт доверительный, нужно разговаривать с ребенком про него, о том, что он чувствует, что он думает, о чем он переживает. И тогда вы будете рядом, вы будете давать поддержку. Это профилактика любых проблем, и не только буллинга. Спасибо большое, Анастасия Рафетовна. Я напоминаю телезрителям, что у нас внизу есть телефон, по которому можно обратиться, если вы вместе со своим ребенком попали в сложную ситуацию, и вам нужен совет, консультация психолога. А я напоминаю, у меня в гостях была Анастасия Рафетовна Баженова, педагог-психолог унитарного казенного учреждения Уссурийского городского округа, и мы обсуждали тему буллинга. Говорили о том, что с травлей можно столкнуться не только в школе, а даже в детском саду. Замкнутость и склонность к уединению, плохая успеваемость, частые болезни – это все должно привлечь внимание родителей. Если ребенка обижают, то родители должны действовать решительно и безотлагательно. Важно помнить, что систематическая травля безрадикального вмешательства со стороны взрослого окружения приводит к тяжелым последствиям. Включите сына или дочку в коллектив, который занимается социально полезным и одобряемым делом. Это может быть творческая студия, это может быть волонтерская группа. Главное, чтобы ребенок находился среди людей доброжелательных. В такой среде ребенок научится конструктивно взаимодействовать, у него повышается самооценка и улучшается самочувствие. И еще важно – всегда будьте на стороне ребенка. Разговаривайте с ним. Ему важно чувствовать вашу любовь и поддержку. Обязательно говорите ему, что вы его любите и что выход есть всегда. В программе «Накипело» с вами была Елена Вахмина. И да, оставайтесь на телемиксе. Впереди много интересного и полезного.